Понимаете, Организация Объединенных Наций – это отдельный разговор, большой, серьезный. Почему так получилось, что Организация Объединенных Наций реально стала на позиции прочной защиты терроризма? То есть, Организация Объединенных Наций превратилась в большую, огромную адвокатскую контору по защите терроризма. Вот это исторический факт. Так получилось. Причина этого, ну, я примерно представляю себе, я не уверен, что надо разворачивать и тратить большое время нашей беседы на это. Но в целом, я думаю, что причина предельно понятна. Потому что большинство членов Организации Объединенных Наций – это так называемый глобальный юг. А страны евроатлантической цивилизации, которые подвергаются сейчас нападению, с одной стороны, Израиль, с другой стороны, Украина, они составляют в ООН абсолютное меньшинство. И поэтому руководство, значит, ООН, оно берет в сторону большинства. То есть, вот такое вот производное. Поэтому, вот что касается ООН, то мне здесь все понятно. Это на самом деле, ну, можно считать, несколько огрубляя, что это пособники терроризма. Прямые пособники терроризма. Они осудили, значит, Украину за то, что Украина пытается как бы нащупать пути непроигрыша в войне, а может быть даже и победы. Потому что вот удары по НПЗ – это, пожалуй, сегодня самый эффективный способ сдержать российское наступление. Самый эффективный. Потому что вот сейчас соотношение сил на поле боя, оно явно не в пользу Украины. А вот лишить Россию топлива, бензина, керосина и дизельного топлива – это в какой-то перспективе реальная возможность не просто остановить наступление, но и сделать российскую армию вооруженной кусками бессмысленного железа. То есть, это вот одна сторона вопроса. Теперь, что касается второй стороны вопроса, это позиция Блинкина. Я все-таки хотел бы быть точным. Там все-таки в формулировке Блинкина не было осуждения, прямого осуждения. Там было сказано, что Соединенные Штаты Америки не поддерживают удары по НПЗ. Это двоякое. То есть, с одной стороны, не поддерживают. Это можно трактовать как то, что мы не участвуем. США не участвуют в этом. А с другой стороны, можно увидеть в этом какую-то осуждающую коннотацию. Вопрос о том, что выбрать в качестве этого вопроса уже вкуса и трактовки. Но вот там было сказано – не поддерживают. Я могу сказать, что для меня это было новостью. Я сначала, когда впервые услышал эту позицию в газете Financial Times, то сначала я не поверил. Я решил, что такого быть не может. Я ошибся. Может быть. Оказывается, может быть. Мне было трудно представить себе, что представители Соединенных Штатов Америки, тем более такой, как Блинкин, который всегда считался сторонником Украины внутри Белого дома, что он дойдет до такого позора, как неодобрительное высказывание по поводу того, что Украина, которая уже полгода практически не получает американскую помощь, практически не получает американскую помощь, она сама занимается своим выживанием. И она своим собственным оружием, а это дроны, вот эти дальнобойные дроны, тяжелые дроны, они являются продуктом украинской обороны. И то, что Украина пытается спасти себя таким способом, это вызывает осуждение. С моей точки зрения, это признак очень тяжелого кризиса, который переживает американская политика. И это дальнейшее движение, с моей точки зрения, ухода американской политики, Соединенных Штатов Америки как державы ухода с поста, с должности защитника свободного мира. Но та функция, которую Соединенные Штаты Америки выполняли довольно длительный период, на какое-то время, я надеюсь, а может быть и надолго, она утрачена. И сейчас мы видим переход, перетекание этой функции, этой вакансии. То есть Европа готова сегодня, ну, по крайней мере, готовится сегодня занять эту вакансию. Вот в той самой конференции, на которой Блинкен заявил, отвечая на вопрос, заявил о том, что Соединенные Штаты Америки не поддерживают удары по НПЗ, вторым участником этой пресс-конференции был министр иностранных дел Франции, который высказался диаметрально противоположным образом. Он сказал, что Украина имеет полное право наносить удары так, как она считает необходимым для своей защиты. То есть высказался диаметрально противоположным образом. И это еще один признак того, что вот эту вакансию защитника свободного мира берет на себя, постепенно пытается взять на себя Европу. Тут можно говорить о том, что да, Европа разная, понятно, что там есть и Орбан, есть и Фитца, есть и еще какие-то люди, но в любом случае на сегодняшний момент это так. И в плане объемов помощи в основном Украине стоит рассчитывать на Европу. И это важная история, как мне кажется. Есть целый ряд каких-то локальных движений, которые направлены в разные стороны. Тут еще и Китай вместе с Саудовской Аравией, с Индонезией обратилась в Евросоюз с требованием, скажем, с просьбой или с требованием, я не знаю, как это лучше трактовать, воздержаться от передачи Украине российских замороженных активов. Это еще одно движение в ту сторону, о которой вы говорите. Поэтому мир большой, мир очень разный, но, как мне кажется, сейчас один из главных процессов идет вот это устранение Соединенных Штатов Америки с поста, скажем так, отставка, увольнение Соединенных Штатов Америки с поста лидера свободного мира и постепенный переход этого статуса к Европе. Ну, это наглядно выглядит, наглядно, так сказать, воплощается в заявлениях, в позициях в том, что сейчас Европа ищет старательно снаряды для Украины. То, что сейчас Европа готовится передать F-16 те самые Украине. То есть это Европа пытается это сделать. И это будет сделано, насколько я понимаю, вроде бы в мае значительное количество F-16 будет передано Украине. Это сделано из какого числа? Вот, тут как бы тоже. Ну, а я не могу сейчас, понимаете, это у вас, у вас, Александр, под рукой, большое количество военных экспертов. Я слышал 50. Могу ошибаться. Нет, это вот в ближайшее время. Опять-таки, здесь я вступаю на чужую территорию. И, ну, я бы все-таки сказал, что, да, конечно, хотелось бы... Я слышал о том, что для того, чтобы решающий перелом, нужно там пара сотен. Но я думаю, что, ну, по крайней мере, опять-таки, ссылаясь на военных экспертов, говорят, что для начала и 50 хватит для того, чтобы переломить ситуацию. Контраргументом, как бы, ну, такой даже позитивной тональности перехвата эстафетной палочки защитника цивилизованного мира европейскими странами сегодня выглядит опубликованный материал «Политиком», где речь идет о вот этом фонде 100 миллиардов долларов для Украины на 5 лет, когда страны НАТО должны собраться и вот финансировать, ну, как бы засвидетельствовать поддержку в долгую. Пишет «Политико», что некоторые министры закатили глаза, реагируя на сумму в 100 миллиардов и задались вопросом, откуда она взялась. Такое очень скептическое отношение у новых держателей эстафетной палочки. Причем речь не идет только о, там, ну, Фицца-Орбан, ну, условно, там, восточном фланге, да, вот, альянса. Речь идет и о странах Западной Европы, те обеспокоены не столько деньгами, а сколько тем, что вот предоставление НАТО вот таких полномочий, учредить вот подобный фонд, это бьет по, ну, их, ну, как субъектности или суверенности, в общем, значимости собственной в сфере обороны. Такой очень интересный показательный материал, показательное отношение. Все-таки гораздо, наверное, правильнее, логичнее и быстрее бы было иметь дело с Соединенными Штатами Америки, чем с разношерстной вот такой публикой Европейского Запада. Вы знаете, еще правильнее и логичнее было бы, если бы Россия вдруг вся вместе ударилась об землю и превратилась в цивилизованное европейское государство, которое ни на кого не нападает. Это же совсем было бы здорово, правда ли? Да? Но это из области ненаучной фантастики. Согласитесь. Это невозможно. Россия такая, какая она есть. Поэтому эта версия отпадает, как находящаяся на полке ненаучной фантастики. Когда вы говорите, что веселее бы и лучше бы иметь дело с Соединенными Штатами Америки, ну, конечно, веселее и, конечно, лучше. Хотя бы потому, что Соединенные Штаты Америки не прошли, несмотря на то, что, так сказать, отец-основатель этой идеи, значит, конца истории является американским политологом, но Соединенные Штаты Америки не прошли вот этого вот периода Фукуямовщины. Они не разоружились. И количество оружия, которое пылится на складах Соединенных Штатов Америки, оно огромное. И в отличие от Европы, Соединенные Штаты Америки – это высоко милитаризированная страна. Поэтому дело же не только в деньгах. Денег-то у Европы, скорее всего, не меньше, чем у Соединенных Штатов Америки, а может, даже больше. Но Соединенные Штаты Америки, конечно, при наличии политической воли были бы гораздо более надежным и удобным партнером. Потому что и уровень вооружения, и их количество, безусловно, неизмеримо превосходит европейское. Но это, опять-таки, из области ненаучной фантастики. Потому что сегодняшнее состояние Соединенных Штатов Америки таково, что надеется на то, что они будут исполнять свои обязательства в условиях, когда они полностью заняты политическими играми, ну, выборами заняты. В условиях, когда фактически можно считать, что еще до выборов Соединенные Штаты Америки захвачены человеком Трампом. Потому что он полностью контролирует республиканскую партию, через Джонсона контролирует конгресс США. То есть мы можем углубиться в какую-то толщу обсуждений причин этого явления. Ну, кризис, да. Кризис американской демократии. Серьезные испытания. Но это отдельная проблема. И я абсолютно убежден, что Америка, в очередной раз, преодолевая этот кризис, пройдет это испытание. И, так сказать, ну, как бы... Но это, знаете, это ситуация, когда вот эта вот болезнь Америки, она оборачивается огромным количеством крови украинцев. Вот. Поэтому на сегодняшний момент ваше пожелание иметь дело лучше с Америкой, чем с Европой, ну, дело-то иметь лучше, но только Америка-то не хочет этого дела иметь с Украиной. Ну, по факту. Не по заявлениям, а просто по факту. Так и Европа не хочет. Нет, одну секунду. Нет, но если мы говорим о консолидированной позиции Европы, то не хочет. Нет. Подождите. Я не очень понимаю, что такое консолидированная позиция Европы. Значит, Европа в настоящий момент практически нашла в виде президента Чехии, проявившего инициативу, нашла миллион снарядов, нашла деньги. И эти снаряды будут на территории, будут переданы в самое ближайшее время. Это уже вопрос решенный, здесь не стоит даже обсуждать, сомневаться. Это произошло. Снарядный голод – это одно из самых главных, один из самых главных бед Украины. Почему украинская армия, скажем, на ключевом направлении медленно-медленно, но все-таки отступает. Это то, что очень сейчас беспокоит всех людей, которые следят за тем, что происходит на фронте. Вот этот снарядный голод, он в значительной степени начинает компенсироваться Европой, не Америкой. То, что Европа худо-бедно, но тем не менее передает какое-то вооружение, там можно говорить о том, что малое в 16, многое в 16, но передает. Ну, их пока нет. Давайте. Нет, подожди. Ну, опять-таки, Америка-то не передает ничего, и там не то, что нет ничего, но и вероятность того, что будет, она достаточно сомнительна и проблематична, потому что тот план, тот проект, который якобы должен внести Джонсон, он, по-моему, еще и не написан, а его еще надо согласовывать. То есть там после каникул, в конце апреля, значит, будет, мир должен быть ознакомлен с проектом Джонсона. И что там написано, никто не знает. Это известно только со слов Джонсона. И с ним должны познакомиться Сенат и Палата представителей. Это будут дискуссии. Поэтому, знаете, то да сё, потом еще какие-нибудь каникулы, потом какие-нибудь праздники, а там уже 4 ноября на носу. И там уже, так сказать, все будет скинуто на январь следующего года. И сколько за это время украинской крови прольется. Поэтому разница между тем, той помощью, которую может оказать Соединенные Штаты Америки и той помощи, которую оказывает Европа, она громадна. Я не знаю, ну, судя по тому, что происходит, есть определенные гарантии. То, что предлагает Европа и то, что Европа обещает, это все-таки реализуется. В отличие от того, что обещают Соединенные Штаты Америки. Так что разница здесь есть. И она очень... Друзья, подпиши... Да. Последнее, что я хочу сказать. Вы знаете, то, что да, в Европе безусловно происходит процесс консолидации. И какие-то резкие заявления сейчас Франции, которая пытается стать флагмом этого процесса, они воспринимаются в штыки. Здесь вы абсолютно правы. Но вот как раз вот это вот постепенное сдвиг в сторону принятия на себя понимания того, что в конечном итоге война Европы против... Вернее, Россия против Европы в той или иной степени может быть неизбежной. Это понимание есть. В чем принципиальная разница, которая полностью разбивает все аргументы, в том числе и ваша? Разница заключается в том, что позиции Соединенных Штатов отличаются от позиций Европы одним очень простым фактом. У Соединенных Штатов есть два надежнейших союзника, которые заставляют их смотреть на Россию немножко искоса издалека. Это Тихий Атлантический океан. Вот этих союзников нет у Европы. Вот это создает не какие-то личностные особенности, не потому, что Блинкен плохой, а какой-нибудь французский или немецкий канцлер или французский президент хороший. Не поэт. Просто поляки, страны Балтии, немцы и французы, они понимают, что реальное столкновение с Россией возможно. А американцы ничего этого не чувствуют, потому, что у них есть эти два союзника, Тихий Атлантический океан. Да, подпишитесь на Яковенко, сделать это можно по ссылке в описании к этому видео. Два еще штриха в завершении нашей сегодняшней беседы. Зеленский, ну, Зеленскому задали вопрос на подписание договоренности о безопасности с Финляндией в Киеве о мобилизации в Украине. Ну, он похвалил Сырского, говорит, нашел, разыскал войска, в общем, 500 тысяч не нужно. Как-то очень поверхностно отвечая на вопрос, скажем, о проблемах мобилизации в Украине, то, что задавала журналистка, собственно, поспешил всех уведомить, что Россия готовит к лету плюс 300 тысяч военных. Мол, вот такая история. Спешно через несколько часов на вечер Песков комментирует, что это неправда. Такой короткий комментарий, это неправда. Что известно о мобилизации в России, насколько вот этот фактор, а ведь мы видим скрипучую мобилизацию в Украине, с тяжелыми дебатами о законопроектах, о законах, с ужесточением правил приграничного контроля, чтобы не сбежали потенциально мобилизируемые. Вот эта история с уклонистами, это большая, большая социальная проблема, и точнее последствия такие, очень серьезные. И вот объявление президента о том, что нам 500 тысяч не нужно, но у России плюс 300. Вообще как-то в таком случае не сопоставимы цели и задачи, и понимание. вот если судить, исключительно по критерию количества войск. У меня нет никаких принципиальных возражений против того, что это проблема. Сама постановка вопроса проблема, да, проблема. Есть только несколько уточняющих вещей. Первое, я не думаю, что цифра 300 тысяч это какая-то сакральная цифра, которая, так сказать, вот обязательно будет. Но возможности России провести мобилизацию, они облегчаются, во-первых, тем, что в сегодняшней ситуации границы между такими принципиально различающимися процедурами, как мобилизация и призыв, размыты. Сейчас идет призыв. Призыву подлежат 150 тысяч российских граждан. Вероятность того, что значительная часть из этих людей окажутся мобилизованными, то есть призывников нельзя отправлять на фронт. Ну, хотя, если нельзя, но очень хочется, то можно, как известно, и призывники обнаруживались на фронте. То есть были случаи, когда призывники обнаруживались на фронте. Но массово, что это будет массовое явление, ну, маловероятно. Да и толку от них немного. Вчерашний школьник, оказавшийся в окопе, в общем-то, это даже не пушечное мясо, это пушечный фарш. Поэтому, скорее всего, нет. Но, например, через какое-то время, через пару-тройку месяцев после прохождения учебки, то, что эти люди могут быть с помощью самых разных методов мобилизованы, человек призывается, а потом он подписывает контракт. Вот такая технология, я думаю, что значительная часть, опять-таки, гадание, полпалец, потолок, сколько, но я думаю, что только за счет призыва превратить призывников в мобилизованных, ну, на уровне примерно 100 тысяч, это не самая фантастическая задача. Потому, что человек, оказавшийся в казарме, человек, оказавшийся в полной власти, офицеров, сержантов, старшин, старослужащих, дедовщин, все остальные прелести российской армии, это вот вероятность того, что он подпишет контракт, она очень велика. Тем более, что помимо вот такого превращения призыва в мобилизацию, есть еще и такие факторы, как усиленное финансирование мобилизации. на Кубани сейчас за контракт дают миллион рублей. Есть разные расценки в разных регионах, сколько дают, но суммы совершенно фантастические для обычного россиянина, который не является олигархом. Совершенно. То есть, денег на это не жалеют. То есть, просто покупают цифры мобилизации. Поэтому, я думаю, что по крайней мере 100 тысяч дополнительно бросить на фронт и не составит никакого труда. Я хочу просто заметить, насчет 300 тысяч я не знаю и не берусь судить, но тот же самый Сырский в своем интервью, известном, первом интервью, которое он дал украинскому информагентству, он сказал, что для того, чтобы начать наступление на Харьков, России необходимо сконцентрировать группировку в 100 тысяч. Я думаю, что эти 100 тысяч будут. Это первое замечание. Второе замечание, это как бы замечание в минус. То есть, замечание такое, скажем, пессимистическое, что численный перевес удастся. И так он уже есть, а его увеличить можно. А второе замечание, оно связано с тем, что все-таки сегодняшняя война это не столкновение конниц, не столкновение пехоты, когда численность имеет решающее значение. Сегодняшняя война выигрывается технологиями. И вот как летом 2020, позапрошлого года, несколько хаймерсов смогли очень серьезно повлиять на ситуацию на поле боя. То есть, для хаймерса все равно. В окопе сидит, в окопах противника сидит 10 человек или 100 человек. Хаймерсов все равно. Вот точно так же и F-16. Я понимаю, ваш скепсис, что их будет, скорее всего, немного поначалу. Так их лучше учатся сбивать, россияне об этом передают. Ну, да, да. Нет, это правда, это к вопросу. Ну, что такое учатся сбивать? Это то, что произошло с хаймерсами, Игорь Александрович. Совершенно верно. Но, опять, это временное преимущество, но оно никуда не делось. Учатся сбивать, но, тем не менее, превосходство западной техники, оно очевидно. Оно очевидно. И оно, да, его можно уменьшить благодаря тому, что они учатся противостоять, но, тем не менее, все-таки, так сказать, люди, которые вооружены западной техникой, они, так сказать, их нужно намного меньше, чем людей, которые вооружены, которые имеют в своем распоряжении танки, постройки до Второй мировой войны. А сейчас все больше и больше таких танков. Вот, и плюс к этому то, что война перетекает на территорию России, и то, что украинские дроны сейчас фактически могут достигать всей территории европейской части и Урала. И, например, уже очевидно, что они могут доставать до Уралмаша. Ну, просто на минуточку, значит, российская военная промышленность в состоянии выпускать в год 1600 танков. Значительная часть их, например, производится Уралмашем. И, например, удары по тому же самому Уралмашу могут существенно изменить ситуацию. То есть, с одной стороны, удары по нефтепрерабатывающим заводам, которые могут практически обесточить российскую армию, лишив ее горючего. С другой стороны, удары по заводу по изготовлению дронов, да, он был не очень удачным, этот удар по Елабуге. Но, тем не менее, это пристрелка. Дальше этот завод может быть уничтожен. Опять-таки, то есть, у Украины есть контригра. И она весьма-весьма эффективна. И она сказывается уже. Она уже сказывается. Количество ходов только ограничено. Ну, инструментов имеется в виду. И финальный вопрос. Такер Карлсон небезызвестный, который взял интервью у Путина в своем интервью или в своем разговоре собственно в другом, упомянул о том, что стучат в дверь к Зеленскому, чтобы тот дал им, ну, как бы дал Такеру Карлсону интервью, но Зеленский пока отказывается, сетует на это. Как вам кажется, стоит ли давать Зеленскому интервью Такеру Карлсу? Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Вы знаете, это вечная проблема, поскольку я в журналистике более 50 лет, то постоянно вот этот вопрос в разных форматах фигурирует. А можно ли ходить на канал к этому? А можно ли вообще руку пожимать этому? А можно ли брать интервью? Моя точка зрения, она предельно проста. Значит, я хожу к тем людям, которые я стараюсь общаться с аудиторией. Если говорить о Такере Карлсоне, то у него большая аудитория. Поэтому по мне бы надо, по мне бы надо жрать. Но опять-таки у президента Украины может быть разные резоны. Может быть понимание того, что это интервью будет Такер Карлсон не будет сидеть на краешке стула и пожирать глазами собеседника. А он будет жестко перебивать и создавать, ну, то есть работать так, так, как умеют работать люди, которые, ну, скажем так, для меня это школа Венедиктова. У Такера Карлсона школа Венедиктова? Интересно это каламбур. Да, это каламбур, но я надеюсь, если вы знаете, что такое школа Венедиктова, если вам знакомо имя Леси Рябсовой, то вы понимаете, о чем я говорю. Школа Венедиктова заключается в том, чтобы не давать собеседнику говорить вообще. То есть собеседник открывает рот, в этот момент надо обязательно что-нибудь прорать, собеседник начинает фразу, но ни в коем случае нельзя дать ему договорить эту фразу до конца. Еще очень здорово, так сказать, неожиданно подкрасться сзади и вылить ему на голову чашку кофе. А еще здорово, если он стоит, подскочить сзади и снять с него штаны, для того, чтобы человек почувствовал себя неловко. То есть это школа Венедиктова. Это очень такая хорошая вещь. Просто понимаете, я так понял, что, судя по вашей реакции, вы не были постоянным слушателем и зрителем на Эхо-Москвы. Бог миловал. Бог миловал. Ну, вот видите, вам повезло в жизни. А я работаю медиакритикой, меня заставляла. Мало того, я и сам ходил на Эхо Москвы до тех пор, пока не понял, что этого делать не надо. Поэтому Такер Карлсон, он по сравнению, конечно, со всеми этими венедиктовскими выкормышами, он, конечно, маэстро. И поэтому он может все то, о чем я говорю, исполнить с блеском. И я не знаю, как... Вы знаете, я не знаю человека, который может остаться на уровне и выдержать с достоинством интервью, например, с Леси Рябци. Ну, просто невозможно. Понимаете, когда, так сказать, вас перебивают на каждом шагу и когда вам задают идиотские вопросы, не давая закончить фразу до конца. Ну, такое себе. И в этой ситуации может быть лучше никогда. Игорь Икальенко был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за то, что нашли время и поделились своими мыслями. Спасибо, друзья, за то, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите, что думаете в комментариях. Увидимся. До скорого.